Прямо сейчас я рад представить Александра Фастова и Елизавету Задивалову, заслуженных артистов Украины, солистов Крымской государственной филармонии и, в общем-то, людей, которые широко известны, особенно в Евпатории, потому что это их вотчина. Доброе утро, друзья! Здравствуйте! Доброе утро! Доброе утро, Крым! Рады вас видеть. Как началось ваше утро нового дня? Я думаю, что тоже в песне. Ну, не Калинников, конечно, но где-то близко рядом. А чем вы нас сегодня порадуете? Мы тоже исполним песню для всех зрителей вашего замечательного канала. Ну, мы не всю песню споем. Мы споем один куплетик с припевом. Мы выбрали песню очень позитивную, но поскольку мы живем все-таки у моря, в Евпатории, поэтому это будет песня из фильма «Песни моря». Исполните, пожалуйста, ее. С удовольствием, моя контрабельница. Я гитару настрою На лирический лад И с знакомой грабинкой И с знакомой грабинкой Уйду в свет оклад Быть счастливой, как песня О любви говори Браво! Спасибо вам большое! Подняли настроение. Прекрасная песня. Друзья, у меня к вам просьба. Обратитесь, пожалуйста, к крымчанам. Успокойтесь. У нас, действительно, все хорошо. Проще простого. Мне кажется, что, несмотря на эту совершенно нестандартную ситуацию, мы в этот век скоростей бешеных стали, наоборот, ближе друг к другу. Мы имеем возможность общаться со своими близкими. Мы имеем возможность заглянуть внутрь себя, подумать о чем-то более важном, чем какие-то скорости. Ну, отбавляя, наверное, мы можем побыть со своей семьей, больше внимания уделить своим родным, своим близким, своим друзьям. Дай Бог всем здоровья крепкого. Дай Бог, чтобы обошла нас по возможности вот эта беда. Вот. И, в общем, ну, будьте здоровы. И вы, ребята, тоже будьте здоровы. Спасибо большое. Александра, Елизавета, а еще вот такой вот вопрос. У вас, получается, вынуждены, так сказать, репетиционные дни сейчас. Вы готовите что-нибудь новое, что-нибудь интересное для зрителя и слушателя? Да, безусловно, потому что, ну, естественно, перед тем, как выйти на сцену, нужно знать, что на ней делать и что показывать людям. Поэтому мы сейчас дома работаем, мы готовим сразу две новых программы. Одну свою сольную программу, одну программу, которую будем работать мы, артисты и фатарийского отделения филармонии. Это программа для детей, кстати. Да, для детей, естественно, посвященная 75-летию Великой Победы. Могли бы немножко рассказать о ней, так сказать, анонсировать ее? Да, да, конечно, конечно. Это будет программа, которая рассказывает о великом искусстве Великой Отечественной войны. В это время было написано много замечательных песен. И поскольку не все дети, а у нас часто бывают с первого по шестой класс школьники, они не все знают эти песни. И нам хочется донести до них эти песни и рассказать о том, как эти песни создавались. Ну да, ведь у каждой песни тоже есть своя история создания, как она прозвучала впервые, как она понравилась сразу. Александра Елизавета, извините, вынужден вас прервать. Последний маленький вопрос. Как вы считаете, какая самая главная песня Победы? День Победы. День Победы. Пахмутова forever. Спасибо большое. Нам было очень приятно с вами пообщаться этим утром в пятницу. Большое спасибо. Всего доброго. С хорошего дня. Спасибо большое. Напоминаю, в нашем эфире сегодня выступили Александр Фастов и Елизавета Задевалова, заслуженные артисты Украины, солисты Крымской государственной филармонии. Еще раз хочется поблагодарить их, потому что мы правда подняли настроение. Спасибо.